В эти дни Баку в центре внимания участников форума Азербайджанская энергетическая неделя. В этом году в мероприятии участвуют более 400 делегатов из 20 стран. Программа включает 25 тем от 50 докладчиков. На площадке работает наш корреспондент Фарид Адилов. И он расскажет, какие темы обсуждались сегодня. Здравствуй, Фарид. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги, уважаемые зрители. Продолжаю информировать вас о происходящем на Бакинском энергетическом форуме. Ранее на сессии, посвященной теме обеспечения экологической и промышленной безопасности, современные подходы и новые технологии, выступил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. Он заявил, что в Азербайджане в соответствии со стратегией развития до 2030 года планируется реализовать зеленые проекты, направленные на повышение энергоэффективности. Министр также отметил, что на данный момент на освобожденных территориях осуществляются полным ходом проекты по превращению региона в зеленую зону. Как отметил министр, использование альтернативных источников энергии является приоритетом. И в данный же момент, в тот момент, как мы вышли в эфир, буквально за пару минут до этого началась очередная сессия, главная тема которой является газовый диалог, роль газовой инфраструктуры в период декарбонизации. Среди выступающих вице-президент по инвестициям и маркетингу Сокар Эльшат Насиров, также эксперт по внешней политике и энергетике Каспийского региона Брэнда Шафер и другие. В данной сессии обсуждаются развитие существующих связей и перспектив сотрудничества в сфере газа. До подключения мы успели поприсутствовать на сессии. Участники отметили весомый вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. На этом у меня пока все. Студия. Спасибо большое. Напомню, на прямую связь со студией выходил Фарид Адилов. Продолжение следует...